В Министерстве сельского хозяйства Крачево-Черкесии состоялось внеочередное совещание. Причиной его проведения стал вопрос, прозвучавший во время прямого эфира с главой республики Рашидом Тимрезовым. Альбина Ламкова напомнит автора вопроса, в чем была его суть, а еще расскажет, кто стал участником встречи. Здравствуйте, говорите, вы в эфире. Здравствуйте, Старик Беевич. Представьтесь, пожалуйста. Это фрагмент недавней прямой линии на нашем канале с главой республики Рашидом Тимрезовым. Беасла Найбазов – фермер. Суть в том, что у него уже более 200 голов овец. Планируют развивать хозяйство и есть препятствия с реализацией мяса. Говоря о проблеме фермера, глава региона напомнила об открытии в Корчаево-Черкесии одного из самых крупных в России производства по убои и переработке баранины – инвестор группа компаний «Домате». Куда и можно сдать мясо по рыночной цене. На эту тему провели совещание с участием сельхозтоваропроизводителей, представителей ветеринарной службы и Россельхозбанка. К сожалению, проблема с реализацией мяса ранее в республике была. Но этот вопрос уже начинает решаться, отметя Анзор Баташев. Нынешняя ситуация у нас благоприятная. «Домате» уже работает. Хотелось отметить, что Минэком России разработано развитие овцеводства в СКФО. Программа отдельная. Только для СКФО будут предусмотрены денежные средства в размере 40 миллиардов рублей до конца 2030 года. Реализация программы будет осуществляться с 2024 года. Представитель инвестора группы компании «Домате» рассказал, какую серьезную и существенную работу по результатам реконструкции уже провели и собираются осуществлять в дальнейшем. Наша модернизация не останавливается. В ближайшее время будет также продолжен второй этап реконструкции. Он подразумевается под собой до оснащения оборудованием и, соответственно, частичной автоматизации процессов. Их ключевым партнерами считаются фермерские хозяйства. Но необходимо соблюдать ряд требований и условий для сотрудничества. Их озвучили для всех присутствующих товаропроизводителей. Биаслан Айбазов – один из них. С ним Анзорбаташев провел еще и личную встречу. Встретился и был доволен, как они помогли этим вопросам. Ну, в принципе, я думаю, буду сотрудничать с фермой «Домате». В итоге на совещании заверили, что все вопросы будут решаться мобильно и на месте. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Корчаево, Черкесия.